всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале я извиняюсь что я пропала на некоторое время но как я уже где-то писала в комментариях это было связано с тем что я хотела завершить наконец-таки свой курс древо жизни мне нужно было время чтобы уединиться и дочитать всю необходимую информацию по созданию курса наконец-таки курс уже завершён в нем 24 часа информации глубокой очень информации очень рекомендую коллегам тарологом изучать изучая древо жизни для того чтобы расширять свои познания расширять свои трактовки ну а всем остальным кто хочет узнать о своих теневых аспектах либо понять больше себя разобраться в себе этот курс тоже подойдет вся информация есть в описании под этим роликом любым другим роликом по ссылке описание моих услуг переходите туда читаете в самом коте конце документа есть описание курса стоимости как его можно будет приобрести а мы с вами сегодня посмотрим на трех позициях расклад небольшой называется какие двери мне открываются и готового либо готов ли я сейчас войти в новое или это должно случиться позже эта тема из тех раскладов которые предложили мне вы в разделе сообщества в последнем посте в прикрепленном комментарии моем есть абсолютно весь список тех раскладов которые я буду делать ближайшее время и так выбирайте тайм-коды есть в описании 1 2 3 голубенькие красненькие зелененькие камешек традиционно ну а мы с вами приступаем и так позиция номер один какие двери мне открываются здесь будет несколько вариантов первый вариант говорит о том что вам открывается двери в достаточно такие глубокие знания может быть мистические знания но однозначно это не какие-то поверхностные это не изучение языков либо каких-то прохождение каких-то курсов нет это знание глубокие это знание возможно эзотерические и все что с этим связано с мистическими знаниями это может быть хотя кто-то может пойти на какие-то курсы связанные я не знаю с оказанием первой помощи до медицинские какие-то услуги такие тоже могут быть еще что может проходить по аркану верховной жрицы кроме знаний здесь может быть именно познание себя но в контексте знаете некой такой пассивности никогда вы зависаете и становитесь заложником ситуации а здесь скорее всего когда вы знаете погружаетесь в себя и вам это нравится не для самокопания а для того чтобы получить вот какое-то знаете внутреннее удовлетворение мне здесь идет не вечернее время а после обеда да когда такое ощущение что вот вся природа немножко замирает до наступает некая такая внутренняя тишина и здесь двери которые вам открываются скорее всего если в контексте знаний до в контексте самопознания когда вы захотите прийти к какому-то вашему внутреннему баланса когда вы захотите возможно побольше помолчать да а вот здесь как будто бы идет накопление энергии в контексте вот какого-то успокоения что ли внутреннего душевного такого вот не идет тишина тишина и спокойствие но опять-таки это не зависание а это вот как будто вы знаете вот необходимый вам процесс на данный момент какая-то тишина вот прям очень необходимая да кто-то может быть захочет побывать в лесу либо в горах в таких местах но это однозначно не курорт не там где шумно и не там где людно а это скорее всего знаете какое-то вот внутреннее единение самим собой через внешний мир возможно какие еще двери открываются ну во-первых двери взросления внутреннего заросления да вот то что я и говорила понимание себя кому-то кому-то из вас может быть откроется какие-то религиозные понятия да все что связано с верой как в прямом смысле так и в переносном то есть это может быть вера в себя либо какие-то религиозные направления вы будете изучать новое начало у вас выпадает вы как будто бы здесь я не могу сказать что здесь двери на какие-то ситуации у вас открываются здесь скорее всего больше двери открываются в познании себя вам как будто бы дается новый шанс знаете вот как наполнить себя что ли ощущение того что вот вы как-то наполнившись вот с любовью укротите свои страхи внутренние то здесь уже не будет такого что вот я боюсь и поэтому я не буду там что-то делать да либо я боюсь и мне надо это как-то проработать нет здесь как-то знаете вот ощущение того что ваше восприятие мира она меняется вы как-то более спокойно это не снисходительно это не ощущение того что пренебрежение нет а вот здесь вы знаете как будто бы такое спокойно и отношение к жизни причем это спокойствие то не замирание а такого знаете вот внутреннее удовлетворение когда я не хочу совершать никаких лишних действий когда вы как будто бы действуете из интуиции здесь вот представляете выпало на вас 3 туза да это вот какой-то новый шанс до абсолютно новый шанс вам дается на движение на достижение каких-то своих целей у вас выпали все почти великие арканы не считают уже все остальные арканы велики очень значимый период вашей жизни сейчас я не могу сказать что он судьбоносный но значимый однозначно здесь как будто бы вы опять таки для кого это важно в контексте именно духовного развития поиска себя вы как будто бы себе поставить цель определиться в своем месте в этом мире до иначе это называют предназначение но не в плане профессии а в плане ответов на такие достаточно глубокие вопросы которые вы себе задаете да а например для чего я здесь что я должен сделать да в этом мире для себя не для кого-то другого здесь внутренние процессы происходит вот еще прям все великие арканы вытащила спрашиваю какой цели вы должны прийти знаете на ощущение того как будто бы реализация себя во-первых однозначно начинается период когда у вас повышается самооценка когда вы начинаете верить в себя как будто бы прошли какой-то трансформационный период и вот вы завершился завершилась эта трансформация завершились изменения в вашем сознании то есть если кто-то например совершал какие-то практики ритуалы там чистки либо еще что-то здесь вот процесс уже завершён и вы как будто бы обновленные идете в нечто новое в контексте вот в контексте реализации своих собственных желаний как будто бы вы становитесь знаете больше понимаете себя что вы хотите для чего вам это нужно и кроме того что вы это понимаете вы еще и знаете как можно реализовать то что вы хотите ощущение того что вот это вот взросление о котором я говорю она приведет вас именно к созданию своей жизни такой какой вы хотите то есть вы уже не заложник какой-то ситуации да когда здесь даже не про контроль а здесь такая вот хочется сказать еще колеса фортуны здесь не хватает у меня ощущение какой-то вот удачи вашей жизни начинание какого-то удачного этапа вашей жизни и выпало императрица смотрите 1 2 3 4 5 6 7 7 арканов 7 великих арканов и 3 туза туз пиндакли туз кубков и туз жезлов только туза мечей не хватает очень значимый период открывается вашей жизни на реализацию на полную реализацию себя на становление себя ощущение того что вот сейчас вы как будто бы начнете жить понимаете по получать удовольствие от жизни наслаждаться у вас как будто бы новое понимание жизни появилась и здесь давайте посмотрим следующий вопрос готовы ли вы сейчас войти в это новое или она должна случиться чуть позже нет не сейчас у меня такое ощущение что вот нужно еще маленько подождать вот прям самую малость подождать такое ощущение знаете вы какого-то праздника что ли будет как по какой-то предзнаменование хочется сказать вам надо еще что-то принести вот какую-то малость принести как будто бы в жертву того чтобы реализовалась вот все то о чем я сказала вам ранее как будто бы здесь для кого-то может быть прямом смысле нужно чему-то еще доучиться сделать первые шаги а кому-то есть еще какие-то вот иллюзии да либо какие-то моменты которые еще не прояснены 5 великий аркан упадает то есть есть еще что-то возможно здесь даже не про страхи а здесь вот какое-то иллюзорное понимание да либо что-то еще не не ясно вам что-то еще не прояснено и это может быть связано с эмоциональным планом для вас где-то вы еще и вот жертву которую нужно принести это связано с вашим эмоциональным фоном это может быть ваше настроение это может быть ваша эмоциональная реакция на что-то то есть где-то в чем-то вы еще действуйте и поступайте ваша модель поведения она немножечко то которая была ранее где-то вы еще отстаиваете свои позиции по отношению реализации каких-то своих желаний знаете вот ощущение того что может быть в личной жизни есть у вас какое-то ваше желание которое вы хотите получить вот здесь как будто бы надо отпустить не отказаться от самого желания а отпустить да здесь нужно завершить завершить какие-то мысли скорее всего по поводу того как бы вы хотели чтобы это желание реализовалась здесь не про то что нужно отказываться да от своих каких-то надежд и целей а вот именно способ достижения да вы как будто бы от него должны отказаться а вместо этого больше приходить знаете здесь акцент не на то что я должен либо должна сделать для того чтобы моя цель либо моя мечта надежда задача реализовалась а здесь скорее всего больше акцент делать на себя то есть чем быстрее вы придете гармонии внутри себя чем быстрее вы войдете вот в эту верховную жрицу и успокоитесь тем быстрее все случится то есть не на внешний мир нужно акцент делать а на себя ощущение того что вот вы как-то из своего внутреннего мира восприятия мира ощущения вы начинаете творить реальность но не поступками и действиями а какими-то внутренними намерениями а они чтобы были услышаны и вот приобрели какой-то вот вес весомость что ли концентрацию вы вот как-то внутри себя что-то должны сделать нацелиться на это захотеть причем не просто захотеть а здесь ключевое слово вера если у вас нету веры если вы не верите в себя в ту надежду о которой хотите реализовать то ничего не получится и здесь скорее всего вот вот эта вера вам не хватает то есть вам нужно поверить отпустить что-то прошлое и поверить причем еще и захотеть мало того что поверить еще и захотеть вот от всего сердца того к чему вы хотите прийти знаете вот ощущение того что допустим если кто-то из вас элементарно хочет быть счастливым человеком да вам как будто бы сначала надо поверить что вы не то чтобы заслужили а вы счастье возможно вашей жизни вот так скажу да а с одной стороны а с другой стороны нужно еще и захотеть потому что здесь вот вопрос желание он тоже есть потому что не верим и вот как будто бы уже не очень-то и желаем вот здесь вера и желание она очень ярко выражена но однозначно ситуация которая сейчас вашей жизни складывается я соберу все карты потому что выпали все великие арканы абсолютно почти все великие арканы вот оставлю только верховную жрицу с чего мы начали а остальные арканы соберу очень важный этап вашей жизни вот прям знаете осталось самая малость собраться есть на как будто бы да туз туз опять попадает собраться с духом что ли и сделать вот последний последний рывок последний рывок к себе знаете вот как будто бы зафиксировать что-то то есть были очень большие долгие процессы а теперь ощущение того что вот нужно как-то это все вот вся работа которая была сделана да как-то ее зафиксировать укрепить и вот здесь вот укрепление скорее всего она будет связана с верой а дальше как только это случится да как вы укрепитесь только в себе вот эту вот веру дальше она сама упадет вам не надо будет ничего делать хорошо переходим с вами позиции номер два красненькому камешку какие двери вам открываются прямо всех сегодня открываются двери на новое начало новый импульс новые идеи новые желания знаете двоечки вы долгое время переживали очень много работали над своими как-то отношениями да многие здесь либо утратили как-то своих партнеров либо кто-то расстался вот и в общем личная жизнь была важна и она и продолжает быть для вас актуальной но она не была скорее всего удовлетворительной то есть какой-то период вам нужно было быть одной либо одному чтобы как-то вот собраться до собраться силами захватить заново да потому что у меня такое ощущение что было какие-то какой-то этап сильных разочарований переживаний где-то вы переключились уже на какие-то другие сферы а здесь о чем говорится о том что есть новое начало есть новая возможность во первых создать союз выпадает двойка кубков с одной стороны мы можем сказать это про внешнее проявление до союза гармонии а с другой стороны это может быть внешне внутренний ваш какой-то урок который вы проходили в контексте вот этих двух сил до отдачи и принятия вы как будто бы учились в равной степени отдавать и в равной степени получать до были какие-то перекосы а вот здесь вот ощущение того что у вас открывается дверь на то чтобы вы пришли в некий такой баланс по поводу принятия и отдачи до была у вас здесь какая-то искаженность в контексте знаете чего кто кого продавит да вот какая-то как ни странно знаете вот в отношениях было ощущение того что здесь вот сила чья сила больше передавит ваша такая мягкая но при этом своего рода тоже манипулятивная либо других людей да вот возможно вашего партнера то есть здесь у вас в отношениях вот именно если не брать личные отношения а взаимодействие ваше с миром на она дачу и на принятие то было какое-то искажение был какой-то перекос но здесь вот у меня ощущение того что знаете вот как будто бы кто-то из вас долгое время ждал человека из прошлого либо думал долгое время была какая-то привязанность очень мощная такая тяга к человеку либо каким-то эмоциям из прошлого воспоминания то есть здесь вот эмоциональный фон работает вот как бы я не хотела говорить да про про личную жизнь но мне двоечки здесь показывают именно личные отношения ваши что было такое желание да кто кому-то выйти замуж создать какие-то стабильные надежные отношения и был перекос в этом плане да то есть перекос был связан с тем что выходило очень много каких-то ваших теневых аспектов и вы никак не могли создать те отношения гармоничные которые бы вы хотели почему потому что нужно было пройти уроки на теневые аспекты урок на теневой аспект был связан с императрицей какие тени у нас выходят по императрицы во первых неуверенность в себе не понимание себя не понимание своей собственной ценности значимости не понимание и нежелание того как я могу получить либо реализовать какие-то свои собственные желания если мы говорим все-таки не в контексте отношения что я не люблю рассматривать а вообще в становлении себя как личности если тем более вы еще и мужчиной смотрите то здесь теневой аспект проходил непосредственно связанный с тем что были у вас какие-то идеи которые вы никак не могли реализовать были у кого-то таланты которые закапывались в землю и тоже как-то знаете как-то погубили себя вот хочется сказать в какой-то степени да что-то могли сделать для себя но не сделали почему потому что как-то вот жертвовали да не было понимание не развивались не было вот знаете как как бы так сказать как-то не получалось раскрыться что ли по полной а у кого-то если были дети есть очень сильная привязанность к детям причем она не идет ни в плюс него мне а детям то есть не умение отпускать своего детище и отрезать пуповину то есть дети могут проходить мальчики особенно достаточно взрослые ну однозначно старше 21 года и все никак не отпускает вот это вот опекунство до желания иметь ребенка рядом с собой сейчас я скажу что ты вам будет это очень обидно но она так есть это один из теневых аспектов по императрицы когда мать не желая отпускать своего мальчика старается заменить ему жену которую он должен найти для того чтобы создать свою семью здесь такие аспекты тоже у кого-то проходят и зачем тебе жена когда я допустим там убираю готовлю вот живи свое удовольствие вот здесь вот такое тоже может проходить не может проходить также не реализация каких-то своих идей задумок то есть подумали что-то и как-то отложили да не проявили то есть дальше мыслительного процесса на реализацию вот в реальном мире до создания чего-то не не проходило и вот это вот все это были ваши теневые аспекты и ваши уроки связанные также с коммуникации знаете вот какая-то внутренняя борьба у вас происходило с одной стороны вы как будто бы хотели быть таким знаете независимым человеком да а с другой стороны как будто бы вы все никак не могли принять решение и определиться какой путь я хочу выбрать да куда я хочу пойти что кем я хочу стать вот здесь ощущение того что вы не могли как будто бы определиться с вашей социальной ролью либо с вашим статусом то есть здесь не только чувство создать мне семью либо реализоваться в социуме а здесь это может проявляться в каких-то более мелких моментах то есть я не знаю например идете своими друзьями до либо с коллегами в ресторан либо куда-то поесть вот вас возникает такая мысль о том что ну если этот коллега мужчина да к примеру кто должен платить за ужин я либо пополам при условии того что у нас нету личных отношений да что мы только вот например коллеги либо просто друзья то есть вот здесь вот не понимание себя свои собственные роли она приводила к тому что вы не знали и в социуме как себя проявлять то есть если допустим за меня заплатит это нормально то есть не будет ли такого допустим что человек подумает что я ему навязываюсь до для того чтобы создать например отношения либо там ну еще что то то есть вот очень много таких мыслей было знаете здесь в темных аспектах рушились еще и какие-то обещания которые вам давались и слова которые не были сдержаны и здесь вот прям сильный обман себя происходит происходил вы как будто бы верили в то во что хотели верить да вот здесь вот очень много темных аспектов происходит хорошо и что сейчас какие двери вам открываются по этим темным аспектам ощущение того что вы успокаиваетесь вы успокаиваетесь и вы как будто бы очень аккуратно начинаете двигаться вперед куда вперед вперед именно в в понимании ценности себя да вот где в каких моментах я важно да себе я нужна себе где в каких аспектах я в себя верю да уже не обесцениваете какие-то свои прошлые успехи какие бы они не были здесь уже знаете вот как будто бы потихоньку-потихоньку начинаете ценить себя более уважительно к себе более как-то вот бережно к себе начинаете относиться здесь вашем сознание идет такая знаете трансформация у кого-то она начнется у кого-то она уже началась и происходит но не закончилась еще и она связана с тем что вы как будто бы постепенно хотите пойти вот знаете в какое-то расширение вы как будто бы учитесь выходить из своего такого дать как маленький зверек такой бушистый который выходит из своей норки да как этот как не мышки а какие-то вот такие как их назвали-то грызуны когда они выходят ночью из своей норки причем так аккуратненько и очень так быстро вышли быстренько забежали почему бы чтобы вдруг на них кто-то какое-то большое животное не охотилась и вот вас сейчас идут какие-то трансформации вы как будто бы очень аккуратно учитесь выходить из своего застоя и своего такого отстраненного состояния то есть вы как будто вы боитесь и очень много радоваться почему потому что прошлый опыт он как будто бы давит на вас и вы боитесь что потом я буду переживать плакать а с другой стороны постепенно постепенно начинаете выходить из своего какого-то застойного состояния да где-то каких-то из ограничений и ваших убеждений в голове здесь как будто бы знаете очень аккуратно так мягко и очень медленно это когда море холодное подходишь краешку да и так этот аккуратненько пальчики ножки так опускаете холодная вода да так опустили одну ножку подождали пока привыкнете к этой температуре потом сделаете еще шаг вот здесь вот что-то такое происходит причем вы как будто бы выходите из своей скорлупы и каждый раз когда вы делаете шаг вы продумываете на то что вам было не свойственно то есть вы делали шаги на основе какой-то эмоциональности а теперь вы как будто бы стали более ну хотите по крайней мере быть более разумными опираетесь на разум но все равно вот это вот какая-то внутренняя ваша надежда присутствует желание двигаться что вас за желание идти вперед идти именно знать к вот к такому ощущению что мне хорошо я такая вот знаете вот целостный человек который опирается на себя на свой собственный опыт вот такой уверенный который твердо стоит на своих ногах которые вот если есть партнер если есть человек хорошо нет умнее самой вроде бы неплохо знаете вы как будто бы учитесь опираться на себя на основу на себя на свой внутренний стержень и вы идете это ваша мечта не то чтобы не зависеть ни от кого и быть такой холодный нет теплый доверчивый но при этом не не так как раньше чтобы не стать предметом обмана для других да и для самой себя либо для самого себя чтобы не заниматься самообманом вот так вот хочется сказать я хочу плотно стоять на ногах прям вот такая чтобы вот уверенность была до чтобы вот это вот наполняла меня приносила мне какое-то удовольствие некая такая самодостаточность и финансовая в том числе это не потому что я я могу сама за все заплатить нет а вот это вы знаете вот ощущение что у меня есть деньги мне это нравится и не то что я их буду куда то тратить а вот это вот внутреннее чувство некой такой безопасности некой удовлетворенности от жизни что я уже не переживаю мне уже не надо ни за что волноваться какая-то вот такая вот с одной стороны если вы женщина это женская позиция она мягкая она не мужская а с другой стороны внутренняя наполненность и вот безопасность меня спокойно мне хорошо вот здесь к этому вы ну нацелены на это по крайней мере и двери вам какие вам двери откроются ну да на реализацию вот этого своего желания вы сможете повысить свою самооценку вот поверить в себя готовы ли вы сейчас войти в это новое или должно случиться это позже есть готовность есть готовность вы это прям очень хотите вы хотите войти вот стабильность вы уже закрываетесь от всего что вам как-то препятствует на этом пути вы уже научились ограничивать себя вот в какой-то ответственности лишней все что вам будет мешать на пути вот какой-то стабильности да вы уже научились отстаивать свои границы это классно на самом деле вы уже научились выстраивать эти границы вам уже не страшно отстаивать свою какую-то позицию вот и готовность есть готовность есть именно а знаете вот какому-то такому празднику но это не праздник когда все люди собираются а это вот внутреннее состояние радости и праздника от того что вот что-то внутри себя я смог смогла преодолеть да вот у меня получилось наконец-таки я этому научился наконец-таки я это могу вы знаете какое-то внутреннее удовлетворение от преодоления своих каких-то собственных страхов и неуверенности это как человек который один раз попробовал у него не получилось и вот он долго-долго работал над этим и в конечном итоге его труды увенчались успехом и вот он смотрит и получает внутреннее удовлетворение того что я смог наконец-таки у меня это получилось и а здесь даже не столь важно сам продукт что ну то что вы создали сколько важно вот это вот внутреннее ощущение кто молодец я молодец наконец-таки вот знаете с одной стороны какое-то неверие что у меня никогда не получилось что что произошло да вот какой-то такой шок неожиданно неужели я смог да например много раз допустим кто-то куда-то поступал там я не знаю в институт на какие-то курсы обучение не не получалось вот все время то документы как-то не складывались то какие-то преграды были а тут случилось и вот узнать вот это вот какое-то шоковое ощущение недоверие неужели это случилось нет точно точно меня приняли нет нет никакого обмана такой не может быть вот вот здесь какое-то такое знаете вот первая реакция удивление а потом внутреннее удовлетворение и радость что чудеса бывают чудеса бывают вот здесь про это у меня двоечки что-то хорошее вас ждет это здорово мне нравится ваш настрой такой бодрый бодрый хорошо и мы с вами переходим в последней позиции позиции номер три за время так какие двери вам открываются троечки праздник не уйдет праздник веселья получение каких-то первых результатов от ваших трудов это связано как-то с финансами мне ощущение что а если вас возраст вам позволяет у кого-то вот прям рождение детей вот это вот праздник такой либо какой-то новый член вашей семьи появился либо появится в 10 вот об этом при умножении а с одной стороны финансов каких-то вот материальных благ а с другой стороны не просто расширения а еще и праздник удовольствие от от этого кто-то может быть бонусы получит у кого-то может быть повышение кто-то землю здесь покупает участок который хотел долгое время у кто-то достраивает здесь если у кого-то дача до либо домик где-то в деревне ну я имею ввиду на земле может быть дачный какой-то поселок и пристройка вот кто-то вроде гараж пристраивает либо какой-то дополнительная пристройка идет к основному зданию у кого-то что-то рождается я не знаю это может быть не только люди но я имею ввиду дети это может быть у кого-то я не знаю если например деревне вот прям не знаю может коза у кого-то там разородилась какое-то вот животное кого-то может быть щенки либо котятки вот что-то такое но это это не то что это каждый раз бывает а это почему-то как-то по-особенному вас радует здесь кто-то решил свой финансовый вопрос какие-то трудности были и здесь вы знаете вот ощущение того что вот это вот череда она закончилась у кого-то будет выздоровление физическое выздоровление до нашли правильное лечение пошли к правильному врачу он вам прописал правильный курс лечения вот исцеление идет до кто-то здесь после какого-то кризиса может быть связаны с коронавирусом тоже знаете как будто бы ожидали как какие-то поступления да может быть как поставщик и там все это запаздывал а теперь вот как-то это нормализовалась до пришли продукцию которую вы ждали она как будто бы пришла и вот идет внутреннее успокоение здесь как будто бы с финансами дело настроилась наладилось то что долгое время было подвешено это начало давать свои плоды ну начало работать а для кого-то кто занимается духовными практиками здесь как будто бы вы ну у вас была проверка и было очень много знаете каких-то страданий лишений неприятностей прямо такая вот череда очереда одно за другим и вам как будто вы вас учили то есть дай мне вот это малая я тебе дам взамен здесь а также как и в первой позиции до вопрос веры встает только там в другом контексте а здесь как будто бы ваш урок был дай мне отдай мне вот это вот малое что у тебя есть а я дам тебе за это нечто большее и вот здесь вот была проверка я приведу пример он библейский и может быть но не всем подходит но вы уловите просто суть о том что когда абрам должен был лишиться своего сына да и скорее всего должен был принести в жертву барашка а у него не было барана и тогда ему творец сказал принеси в жертву своего единственного сына если я не ошибаюсь его по моему сак звали я могу ошибаться вами на здесь я не претендую на истину но суть заключается в том что отец доверяя полностью творцу был готов принести в жертву своего единственного сына и в тот момент когда он занес руку на то чтобы на алтаре принести в жертву своего сына спустился архангел и сказал что этого делать не нужно так вот здесь вот именно к чему я это привожу пример к тому что то что для вас было очень дорого то за что вы держались цеплялись у вас хотели это забрать только для того чтобы показать вам что не нужно ни к чему и никому привязываться доверься доверься отдай и ты получишь больше и вот здесь вот это вот внутренняя борьба и ваша ломка она была связана с этим это если в контексте духовного урока что-то у вас здесь забирали долгое время вы вот прям упорно держались и не хотели я не знаю с чем это связано и не хотели отдавать то это может быть ваше убеждение ваши ценности того что вы верили то на чем базировалась вся ваша жизнь да то что было основой вашей жизни и вам как будто бы сказали отдай это и ты построишь заново новую жизнь ту которой ты хочешь но заранее вам про это не говорили и здесь была вот эта вот проверка о том что нужно было лишиться и вас все равно так или иначе лишили этого и только сейчас возможно вы поняли у кого этот процесс уже прошел многих был вы поняли что блин надо было раньше от этого отказаться быстрее бы получила то что я хотел не знаю здесь может быть что-то такое стабильное в том числе и браки могут быть до что вот как-то не то что надо было развестись а вот здесь вот ощущение того что вот отпусти отпусти этого человека отпусти эту ситуацию не держись и она и она сама разрулит в наилучшим каким-то своим образом здесь вас проверяли на вашу силу воли и силу духа это было связано как-то это было очень эмоционально и связано с вашим прошлом может быть это далекое далекое прошлое да может быть это ощущение того что знаете долгое время стремились к чему-то либо строили я не знаю может быть это бизнес и вы его держали до последнего может быть это был какой-то ваш дом и вы держали его до последнего мгаре да да это уже но не можешь платить долги да уже отдай пускай его заберут это и вот вы все держались в надежде прям вот как-то боролись но прорыва никакого не было боялись сделать первый шаг понимаете двинуться дальше что было потом а потом так или иначе все завершилось все завершилось все завершилось и в конечном итоге вы вышли все равно победителем потому что вы получили вот это вот внутреннее удовлетворение наполненность знаете я скажу даже это не радость а это вот какое-то облегчение ну где-то знаете как будто вот махнули что ли рукой ладно пускай будь как будет до воля твоя вот что-то здесь таком роде было и ушли либо ушли либо отпустили и вот это вот стало очень важным каким-то вашим аспектом и повело вас к чему-то что смогло вас наполнить и вы наконец-таки внутри себя определились с тем что вы по-настоящему хотите здесь ощущение того что у меня история вся показывает что задача была заключена в том чтобы показать что то что вы хотите на самом деле то что важно для вас это как будто бы ну вам это по-настоящему не нужно было и вот у вас забирали 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 постоянно чтобы для того что потом вам показать что вам по-настоящему важно а что знаете это когда теряешь финансы потерял дом потеряла работа потерял абсолютно все и в конечном итоге ты остаешься ты и твой допустим ну муж партнер и либо близкие тебе люди и ты понимаешь что окей да пускай у меня нету теперь изобилия финансового но у меня есть самая цена у меня есть люди то есть люди показали себя как они могут вас поддержать насколько вот я не знаю там дружба важно да для на кого семейные ценности для кого-то ваш то есть вам как будто бы показали что не зато ты держался может быть кто-то был трудоголиком очень много работала для него вот работа там реализация какой-то его мечты профессионально была важна и ощущение того что как будто бы все забрали может быть даже здоровье в конечном итоге вы переосознали и поняли что допустим для кого-то актуально было что я понял что здоровье важнее всего все остальное и она я могу получить я могу восстановить я могу заново сделать и даже если не сделаю неважно здесь вот как будто бы знаете в сознании произошла какая-то не трансформация какая-то вот глубокая такая переоценка да вы но увидели аж прям мурашки идут увидели жизнь заново по-другому вот истинную жизнь так которая вот для вас была важна и нужно какие двери вам теперь открываются дверь императрицы дверь императрицы и и аркан умеренности у нас говорит о том что вы пришли какому-то наконец-таки внутреннему балансу баланс между чем и чем знаете с одной стороны какой-то вот наивности до хочется сказать человечности что ли дружбы какие-то чистые истинные качества души и самого человека а с другой стороны то есть кубки и там и тут а с другой стороны вот это вы знаете апатия присущение ничего не хочу мне ничего не интересно как будто бы знаете вот прошлое и настоящее вы как будто бы смогли примирить между собой до ощущение того что ваша скорбь какая-то вот утрата и связанные с непониманием с ним проясненной ситуации вот она как будто бы пришла к завершению здесь если не физическая болезнь была то болезнь какой-то вашей внутренней души вы знаете какая-то боль такая ноющая но еще и к и старая вот долгое долго я не знаю с чем эта боль была связана с деньгами с каким-то шансом да вы как будто мы всегда ждали какой-то шанс сверху какая-то ситуация чтобы что-то случилось да какая-то божественная поддержка а потом это как будто бы отпустили и вот с этим опусканием отпусканием произошла какое-то ваше внутреннее выздоровление страхи у вас были очень сильные страхи по поводу того как я буду дальше жить так как 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 я смогу не не знаю по императору здесь знаете как как я могу выстраивать свои горные границы да как как мне вообще жить как взрослый человек вы как будто бы долгое время до ожидали какого-то результата и в конечном итоге вы поняли что вот здесь вот взрослением ваше знаете какое было вы как будто бы ждали какой-то шанс всегда свыше какой-то знак чего-то там а в конечном итоге вы поняли что вы сами создаете свою жизнь поэтому этот шанс нужно создавать самостоятельно не ждать сверху маны небесной а создать какой-то какой-то шанс самостоятельно вы научились быть решительными здесь было принято решение больше не закрываться проанализировав прошлый опыт вы поняли что во первых вы не хотите прогибать больше пространства во вторых вы как будто бы научились если еще нет то придете к этому к тому чтобы научиться балансировать до материальное здесь и духовное понимание вы знаете как будто бог вам пришло понимание каких-то энергий противоположности да как вы можете эти противоположности в себе совместить знаете вот ваш урок который есть если среди вас есть наставники учителя люди которые передают информацию то ощущение того что вот тот болезненный этап который у вас был и который пришел либо у кого-то скором будущем придет к завершению он станет для вас очень во первых для вас лично очень важным уроком который вы в дальнейшем будете передавать другим людям здесь была очень серьезная проверка прям серьезнейшая проверка опять таки для кого-то в здоровье для кого-то в деньгах а для кого-то вообще в прямом смысле связанная с материи но если прям уж совсем такой высокий уровень у вас до его и практик и вот понимание материального мира как такового какие двери откроется вот тот шанс к смотрите как интересно как только вы перестали просить выпрашивать ожидать этот шанс вот тогда колесо фортуны и закрутилась в нужное вам то есть вам тогда улыбнулась фортуна к вам пришла тогда удача если ее еще нет она придет вот как только отпустите как только вот отсечете от себя действительно то за что вы держитесь так долго примите решение успокоитесь вот тогда действительно колесо фортуны закрутиться в нужную вам сторону и ваша мечта ваше желание ваши надежды они реализуются у кого-то кто долгое время отказывался от своего дара от своих каких-то способностей вот как только вы прекратите это делать закрываться от этого как только прекратите сами собой бороться внутри как только прекратите заниматься вот самобичеванием жалостью к себе да вот как то вот у меня ничего не получается я такой вот профессионал что вот прям никто ко мне не приходит клиента не приходит вот этот вот жалость как только прекратите проявлять к себе и успокойтесь вот примите решение что вы создаете свою жизнь такой какой вы хотите ее видеть здесь внутреннее успокоение это не то что вот все у меня больше нету стресса я не переживаю нет здесь не надо лукавить здесь вот должно вот прям полное такое знаете вот расслабление удовлетворения когда ваша какая-то идея она вами уже не управляет вы ее действительно отпустили причем не отпустили с целью того что я сказала что она реализуется а давай я ее отпущу и то здесь вот у кого-то прям такая хитрость и да я отпущу все равно же она это реализуется нет а вот знаете есть моменты когда ты просишь прощения потому что надо а есть вот искренняя когда тебя накатывает и это твоя потребность действительно попросить прощение ты это делаешь от души не потому что выжимаешься себя слезы а потому что это слезы в освобождение они идут естественно и тогда тебя отпускает вот здесь вот что-то такое конечно сказала и дьявол ваш любимый троечки выпадает на самом не то есть вам искренне действительно нужно отказаться и вот если это и будет критерием реализации вашего желания если вы это искренность искренне сделаете то она реализуется если не искренне то не реализуется по туда вы сможете понять готовы ли вы сейчас войти в это новое нет нет вы еще определяетесь вы еще определяетесь надо новом или не надо обдумываете как она будет выглядеть это новое причем если вы не готовы выпадает аркан мира то мир здесь идет не в контексте завершения а наоборот перевернутой в контексте того что вы никак не можете сделать первый шаг и это знаете вот обманываете себя в контексте того что вроде бы я сделал первый шаг начинаю что-то делать развивать а потом бросаю почему потому что появляется что-то интересное что у меня перекрывает ну мое внимание захватывает и мне кажется что вот это вот новое нам будет намного лучше новая какая-то идея она будет лучше и я туда иду и таким образом вы никогда не доводите ничего до конца почему потому что вам не нужен сам результат а вот этот вот именно процесс когда вы бегаете да как пчелка с одного летаете с одного цветочка на другой и вот этот отшельник до долгое время у вас почему нету готовности потому что внутри себя вы как-то не можете определиться да вам эта идея интересная эта идея интересна здесь что-то новое хочется родиться и все никак вот ощущение того что не можете сделать первый шаг и развивать его почему потому что каждый новый шаг для вас он ну как новый на как 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 интересный то есть вы поэтому и бросаете вы не можете развивать вам не хватает постоянства вам кажется что если я буду это делать снова и снова это будет скучно может быть это должно случиться позже до вопрос был такой готов я сейчас войти в это новое или это должно случиться позже ну вот выпал все-таки дьявол это и позже не случится не случится не потому что нету вариантов а не случится потому что это ваш урок это ваше как будто вы знаете искушение что ли здесь дьявол у меня проходит как бунтарь вы как будто бы именно на пути им своей собственной целостности да вы должны отсечь все что на что вы опирались ранее и прийти именно к тому чтобы опереться на свой собственный опыт на свое собственное мнение да нет не не то что вам навязаны извне какие-то шаблоны здесь есть такое здесь нужно полное перерождение вашего сознания полное перерождение то есть чтобы стать королем жезлов таким уверенным человеком да а вам нужно пережить вот горечь какой-то утраты потери по пятерке кубков эмоциональной именно по справедливости не бояться а отсечь боитесь вас нету доверия вы не уверены в своем собственном выборе вы не можете сделать этот шаг понимаете здесь вопрос заключается в том какие двери вам откроются по когда вы сделаете этот шаг причем не только сделать первый шаг а учиться его развивать до быть верным своем пути научиться отказываться от того что не соответствует выбранному вашему пути набраться терпения и идти по нему а вы быстро скачете я имею ввиду от одной цели к другой вам знаете здесь почему здесь помните я говорила вам аспект веры проходит так вот вы обесцениваете свои какие-то прошлые заслуги вам кажется что вот я еще немножко подучусь и потом я буду вот это делать и мне как будто бы вот не хватает вот этого для того чтобы сделать что-то другое а то есть вы не опираетесь на то что вы уже сделали то что вы уже умеете и вот это вот ощущение того что я обесцениваю свои какие-то заслуги почему потому что я не верю что они ценные для меня то есть для того что здесь всплывает вопрос вашего ожидания то есть иллюзия ваша заключается в том что у вас завышенные какие-то ожидания то есть реальность она не такая у вас слишком высокая планка ожиданий от себя почему потому что у вас способности большие вы это чувствуете но здесь нужно ставить реальную планку для себя завышенные ожидания у вас и поскольку ваша реальность с ожиданиями не соотносится вы обесцениваете себя и вам кажется что вот в этом пути в которой вы выбрали на данный момент вы в этом пути не сможете реализоваться и вы выбираете другой путь который тоже вам интересен но там происходит одно и то же почему потому что от себя то не убежишь и поэтому вам нужно ставить реалистичные цели убрать вот эти вот все ненужные ожидания и научиться не обесценивать свои былые заслуги опираться на них как на лестницу чтобы двигаться дальше так вы сможете обрести веру в себя и сможете постепенно построить то что вы хотите тот фундамент который вам нужен то к чему вы идете к всем финансам которые вы хотите получать такая вот у меня была и третья позиция жду ваших комментариев ставлю здесь пятерку педагли а я с вами обращаюсь до новых раскладов всем пока пока